Субтитры делал DimaTorzok Данное заседание было посвящено реализации федеральных проектов политической партии «Единая Россия» в городском округе города Кумертау, который называется «Городская среда». В проекте «Парки малых городов» в ходе заседания была заслушана суть и содержание данных проектов, доведена информация до депутатов, а также до приглашенных. В проекте «Парки малых городов» участвуют горожане. Для них разработан социологический опрос. Именно жители нашего города выберут, какой из трех парков будет реконструирован. Голосование и общественное обсуждение продлятся в течение 30 дней. Другой проект «Реальные дела» уже на финальной стадии. Выбрано общеобразовательное учреждение, куда на благоустройство и реконструкцию спортивных площадок будет выделено около полтора миллиона рублей, говорит руководитель местного отделения партии «Единая Россия» Елена Решетникова. Этот проект всегда финансируется как? Нам выделяет бюджет Республики Башкортостан, сумма, которая в этом году будет 987 500 рублей, и, конечно же, еще поддержка местных властей, местного бюджета. Это тоже, ну, в пределах, наверное, миллион 600, миллион 500 у нас всегда уходит на реализацию проекта «Реальные дела». Мы очень хотим помочь некоторым школам привести беговые дорожки, спортивные площадки, в общем-то, в норму и в порядок. 31 марта наказ проекта «Реальные дела» уже официально должен быть оформлен и отправлен в Курултай на утверждение. И в ближайшее время можно приступить к восстановительным работам. Константин Меркшев, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». В последнее время в стране участились дорожно-транспортные происшествия с участием автобусов, занимающихся организованной перевозкой детей. В связи с этим прокуратура города проверила образовательные учреждения. Подробнее расскажет старший помощник прокурора Людмила Воробьева. Она у нас на связи. Здравствуйте, Людмила Викторовна. Расскажите о ходе проверки. Здравствуйте. Правила перевозки детей регламентированы постановлением правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года. Между тем, как показала проверка, данные требования законодательства в образовательных организациях не соблюдаются. Вместо договора фрахтования ими заключаются договоры с туристическими агентствами на туристические поездки детей. Используются для поездки детей автобусы, которые не соответствуют предъявляемым требованиям. Они бывают либо не оснащены специальными средствами, такими как тахографы, глонасс, глонасс-Джипеер. Кроме того, автобусы должны эксплуатироваться не более 10 лет с момента их года выпуска. Не разрабатываются программы маршрутов движения детей. И, кроме того, образовательные организации, либо фрахтователи, либо фрахтовщики договоренности, если такие договоры заключаются, не уведомляют Государственную автомобильную инспекцию не позднее, чем за двое суток, о перевозке этих детей. Да, Людмила Викторовна, по какой причине руководители допускают подобные нарушения, и как можно с этим бороться? Нарушения допускаются эти по причине того, что до настоящего времени образовательные организации не разработали и не приняли локальные акты, которые бы регламентировали организованные перевозки групп детей. В связи с этим прокуратурой города внесены представления и в органы местного самоуправления, и в управление образования с требованием об устранении допущенных нарушений закона. Спасибо. Напомню, у нас на связи была старший помощник прокурора Людмила Воробьева. Она рассказала нам о выявленных нарушениях в образовательных учреждениях при организованной перевозке детей. Продолжаем выпуск. 18 марта в торговом центре Кумертаус в 12 до 16 часов пройдет Дарборка. Цель мероприятия – помочь одной части горожан легко и безболезненно расстаться с утратившими нужность вещами, а другой части позволить приобрести эти вещи абсолютно безвозмездно. Кто-то воспринимает отдачу вещей, и не обязательно это те вещи, которые уже тебе не нужны. Это некая помощь тем, кто в этом нуждается. Не всегда мы можем деньгами поддержать, но какую-то вещь я с добром отдам тем, кто может быть в многодетной семье или еще может быть в трудной жизненной ситуации. Кто-то действительно вещь хорошая, но уже не требуется дома. Ты замечаешь, что ты это платье уже не одеваешь год, но оно в хорошем состоянии. Кто-то может быть, ему очень порадуется. Это могут вещи, которые уже после ремонта не вписываются в твой дизайн квартиры, но они неплохие. Смысл такой, что не отдать то, что тебе не нужно, не отдать то, что уже совершенно несовременно. А именно найти того человека, как мы кошечку в хорошие руки отдаем, найти того человека, кто действительно нуждается в этом, кому эта вещь может быть понравится. А может быть даже у нас есть какие-то студии, рукоделие они могут из этой вещи сделать что-то новое. Вот с этой целью и продумана такая дармарка. Дармарка будет проходить в торговом центре Кумертал с 12 часов до 16. Вещи, если кто-то хочет принести, поделиться вещами, то их нужно принести к 11 часам. Там вас встретят волонтеры добровольческого центра «Белая река». Они будут в определенной форме, вы их сразу узнаете. И они же помогут оформить ваш товар, ваши вещи, которые вы дарите в определенное место. Ну а те, кто придет для того, чтобы что-то, может быть, выбрать для себя, они должны прийти к 12. Это была последняя информация выпуска. Спасибо, что были с нами. До встречи в эфире.